Развитие этнотуризма невозможно без сохранения народных промыслов. К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Федеральным агентством по делам национальности России и администрации Ненецкого округа. Народных умелец сегодня в Заполярье действительно мало, зато какие. В следующем материале расскажем о творчестве уроженки Канинской тундры Натальи Латышевой. Вооружившись иголкой, ниткой и ярким бисером, Наталья Латышева наряжает одну из своих кукол в Ненецкий сюдор. Так называется национальное женское украшение для головы. Любовь к творчеству у мастерицы появилась с малых лет. Детство Натальи прошло на Седом Канине в тундре. Очень люблю вспоминать, как мы в детстве жили в тундре. Все очень было интересно. И я помню, что в детстве мы всегда бегали по собкам, собирали мороженку там где-то, собирали дикий лук, ходили на рыбалку, хозяйничать помогали родителям, маме в тундре. Вечерами Наталья вместе с сестрами училась у мамы выделывать шкуры и камусы оленей. В тундре без этих навыков попросту не выжить. Будучи маленькой девочкой, Наталья уже пристрастилась к шитью. Из-под иголки будущей мастерицы выходили платья и паницы для кукол. Во взрослой жизни любовь к творчеству привела Наталью в дом ремесел Селонесь. Ненецкая красавица начала обучать мастерству детей. Канинские куклы Натальи Латышевой завоевали любовь жителей Крайнего Севера. Это авторская кукла, да. Они, конечно, у меня с 2013 года, так скажу, что облик свой поменяли. Личики я им рисую сама, потому что вообще Ненецкая куколка – это куколка Ока, которая делается из клюв, которая в качестве головы как раз клювит птицы. А мне показалось, что было бы неплохо, если бы это были куколки, которые будут похожи на человека, которые будут одеты в стилизованную ненецкую одежду. Помимо кукол мастерица шьет стилизованную ненецкую одежду, аксессуары и предметы для интерьера. Работы Натальи Латышевой неоднократно представлялись на международных выставках и ярмарках. Канинская мода отличается своей оригинальностью, простотой и яркостью. Здесь нет обилия орнаментов, однако такие вещи смотрятся достаточно эффектно не только в тундре, но и в городской среде. А на Канине же орнамент, честно скажу, что как-то сдержанные костюмы, яркие, но благодаря, может, нашему своеобразному оформлению этих костюмов, то, что у нас орнаментами служат простые полоски, которые сшиваются друг с другом, и мне очень нравится. У меня вообще есть идея по созданию небольшой коллекции, может быть, этой одежды стилизованной, канинской, может, современные какие-то, может, костюмы, может, платья, может, там, не знаю, может, это будет пальто даже. Развитие традиционных промыслов сегодня одна из важных задач по сохранению ненецкой культуры. В селах Заполярье становится все меньше мастериц, которые продолжают дело своих предков. Народным умелецам необходима поддержка. Кроме того, опыт и знания нужно передавать молодому поколению. Этот вопрос в ходе Круглого стола по развитию этнотуризма подняла мастерица из поселка Красное Лилетой Борей. Сейчас разрабатывается тоже такой проект совместно с ВВФ, как грантная поддержка, то есть в идеале создание мастерских на производство национальной, а между опытом и сувенированной продукцией каждый день. В ходе дискуссии представители Федерального агентства по делам национальности, региональной администрации, Центра развития бизнеса и представители предпринимательского сообщества сошлись во мнении. Создание стилизованной одежды, предметов, интерьера и сувениров – неотъемлемая часть этнотуризма. Ну а первоочередная задача для привлечения в регион гостей – создание необходимой инфраструктуры. Для создания условий по привлечению турпотока необходима прежде всего точечная федеральная и региональная поддержка. Например, создание инфраструктуры, дорог, аэропортов, в том числе в сельских населенных пунктах, рядом с которыми расположены объекты показа, объектов размещения, снижения визовых барьеров. Для преодоления указанных ограничений необходимо преувеличение финансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования. И здесь нам важно участие в этом процессе наших партнеров, недропользователей, осуществляющих деятельность на территории округа. Все это будет способствовать поддержке и продвижению этнокультурных проектов и выступать фактором устойчивого развития и сохранения традиций культуры коренного населения округа. Как отметил в своем докладе вице-губернатор Андрей Блащинский, интерес к туризму в Ненецком округе подтверждается цифрами. В 2020 году регион посетили свыше 16 тысяч туристов. Это на 10% больше, чем в 2019-м. Путешественников манит самобытность и необычность арктического субъекта, где можно познакомиться с культурой ненецкого народа. Для привлечения в северную глубинку еще большего количества гостей необходимо объединить усилия местного населения и семейно-родовых общин, бизнеса и власти. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.